Константин Николаевич Костюк Многие согласятся, что существует некий ключ к пониманию каждой эпохи. Поиск такого ключа, то есть выявление некоего феномена, в свете которого объясняется своеобразие данной эпохи, это, собственно, задача социальной теории. Капитал, организация власти, технологии можно перечислять долго. Если копнуть глубже, вокруг чего спорят философы, то речь пойдет не о социальных феноменах, а об основаниях миропонимания и миросозерцания. Эти объясняющие концепции нацелены на то, как происходит объяснение и понимание мира. Начиная с Декарта и Канта, доминирующей категорией философии познания была категория сознания. Сознание – то место, где порождается мир, каким мы его знаем. И те формы, в которых мы его постигаем – это формы сознания. До этого философы сходились на том, что познание производится разумом и в разуме, понимая под этим божественный, трансцендентный разум. В 20 веке возобладала концепция языка как основа процесса познания. Мы видим, что это не просто вехи философской эволюции. Смене концепций соответствует смене эпох. Традиционному обществу с его укорененностью в метафизике последует буржуазное общество нового времени со все ускоряющейся динамикой социального развития, которое сменяет индустриальное общество в 20 веке. Смена гносиологических концепций подразумевает глубокую трансформацию всей когнитивной жизни общества. Это не просто философы называют вещи новыми именами, это люди начинают мыслить иначе. Это и означает смену исторических эпох, а не просто смену вех. Поэтому мы сильно поднимем свой вес в глазах истории, если заявим, что наше время тоже принесло с собой глубокий эпохальный сдвиг. И заключается он в том, что то, что раньше понималось под знанием, сегодня называется информацией. Речь идет не просто о смене ярлыков, а именно о том, что мы уже иначе мыслим, что мы иначе объясняем и понимаем бытие, мы используем иные инструменты познания, мы в корне другие. С тем, что информация – ключевое явление сегодняшнего дня, согласятся многие. Ведь мы живем в информационном обществе. Однако, как ни странно, на теоретическом уровне не так много убедительных и всеобъемлющих работ, которые бы объясняли сущность информационного общества, из которых было бы понятно, что наше общество информационное. Но произошло это не из-за того, что среди нас не нашлось Карла Маркса. Если понимать под информацией некий род коммуникаций, это не натянешь на социальную теорию. Под понятием информации скрывается очень многое – технологии, формы знания, социальной коммуникации, наконец, суть когнитивных процессов. Средневековое общество было теократическим не потому, что существовал Бог. Напротив, Бог присутствовал в сознании каждого потому, что общество было теократическим. Бог был невидим и непостигаем, но это не мешало ему определять весь строй жизни и культуры. Общество является информационным не потому, что в нем много информации. Напротив, информация в нем есть, потому что общество информационное. Если под информацией понимать классическое определение, по которому информация есть сообщение от передачи как реципиенту, это понятие едва ли сможет расширить наше представление об обществе. Оно линейно, гранично и локально. Но если под информацией мы будем понимать пути коммуникации и способы передачи знаний, мы откроем потенциал самых разнообразных траекторий когнитивных транзакций. В настоящей книге речь пойдет об информационных ландшафтах, ибо именно через эти многообразные и многоформенные траектории раскрывается понятие информации «трансферта знаний». Благодаря совершенно новым транзакционным возможностям мышления и психики, как от явления к сущности, раскроется новое информационное качество современности, которое зиждется не только на изменениях социального сознания, но прежде всего на тех технологических и физиологических инновациях, которые принесли в мир информационно-коммуникативные технологии. Пластичность – одно из основных таких изменений. Твердые классические категории мышления потеряли свою незыблемость, обнаружив способность перетекать одна в другую, по-новому формироваться и трансформироваться. Изучить информационные ландшафты, проследовав многообразными путями, по которым формируются различные когнитивные категории – один из основных способов раскрыть понятия информации. Мышление, представление, язык – это и есть траектории, по которым отвердевает путь информационного потока. Ценности, социальные структуры, сети, своего рода каналы, по которым течет информация. Информации стало многое из того, что раньше ей не было. Поэтому значительная часть этой книги – обзор и анализ философских концепций коммуникации, которые исходили из совершенно разных позиций. Философия языка, структурализм, дискурсивная теория, теория медиа – это далеко не полный спектр дисциплин и школ, из которых слагалась коммуникативистика. Все они по-разному отвечают на вопрос, как возникает и протекает коммуникация, что есть коммуникация, но без них невозможно охватить многообразие формирующегося информационного поля. Мы взяли на себя смелость интерпретировать различные философские картины интеллекта как сферы смысла и деятельности, вариантами которых будут и разум, и сознание, и ценности, и язык, как различные трактовки и объяснения информационного ландшафта. Да, говоря о ландшафтах, мы опираемся на территориальную метафору топологии информационных коммуникаций. В конце концов, она приводит к понятию сетевого общества, которое по общему признанию является другим названием общества информационного. В этом заключается особенность данного подхода. Информация предстает как пластичная масса, которую можно упаковать в различные концепции, но которая не теряет от этого своих сущностных свойств, а лишь раскрывается в этой пестроте подходов. По этой причине книга построена скорее как сборник очерков, чем как последовательное изложение. Удается ли после этой разборки снова собрать эту массу в стройную синтетическую конструкцию теории информации, судить читателю? Какое знание нам нужно? В нашей жизни существуют понятия, в отношении которых мы даже не можем подумать, что они могут в своем содержании измениться. Может ли измениться истина содержать в себе не то, что мы ожидаем, истину? Если подобное происходит, философы называют это перформативным противоречием. В консеквенте совершается отрицание того, что содержалось в антициденте. Меняется содержание блага, говорили платоники, но не меняется идея блага. В отношении истины, однако, так не скажешь. Истиной как раз и есть истина, истина едина и неизменна. Историки науки приведут примеры, как изменялись критерии истины с течением времени и в разных концепциях. И все же наши убеждения, как бы они ни формировались, опираются на некую безусловную основу, которая не может быть поставлена под сомнение. Истина как подоснова мышления занимает особое место среди всех базовых философских понятий. И здесь следует скорее ссылаться на идеи трансцендентального априори, чем на аргумент Декарта «мыслю, следовательно, существую». Моя цель – не углубляться в старый спор, а скорее сделать ссылку на то, что именно в представлении о безусловности истины коренится и наше гораздо более широко распространенное представление о том, что столь же неизменным и постоянным является знание. Какие бы ни велись дискуссии о том, какие знания нам нужны, под ними сохраняется представление о том, что знание – то же самое, каким было и всегда. Речь лишь о том, как его получать, передавать, добывать. Однако знание относится как раз к другой категории понятий, подобных благу и красоте. Знание содержательно. Это, говоря языком Платона, не каково, а что. В разное время знанием считалось разное. То, к чему устремляются наши научные познания и любознательность, в свое время считалось лукавством и блажью отклонением от истинного познания. Можно подсмеиваться над темным средневековьем, не понимая, что наша цифровая эра подобную штуку может сыграть и с нами за десятилетия, разделив культурные эпохи. Знание течет во времени и на самом деле меняется вместе с нами, меняя нас. Формируя информационные ландшафты, которые нас окружают. Способны мы различать подобные изменения? Да, через проявление того, что мы считаем знанием. По характерным признакам, как себя ведет знание, к которому мы стремимся. Потому как мы получаем знания, передаем знания, храним их и используем. То, как мы используем вещь, конечно, характеризует ее сущность. Одно дело, мы растим цветы в саду, другое, если мы растим цветы для продажи и экспорта, если мы занимаемся промышленным производством цветов. Это уже совсем другие цветы, совсем другая культура и сущность цветов. Наше знание будет совершенно различным. В одном случае цветы, как души, в другом – цветы, как бизнес. То, как мы храним и используем знания, точно так же определяет их содержание и сущность. В цифровую эпоху знаний и информации становится слишком много. Настолько много, что их было бы невозможно сохранить в мозгу и отдельного человека и человечества. Но их потому-то и становится все больше и больше, потому что найден способ генерации и сохранения – компьютерная память. Вычислительные мощности позволили человечеству генерировать и сохранять несопоставимо больше информации, чем прежде. Информационная емкость цивилизации, по оценкам экспертов, поднялась благодаря этому на порядке раз. Человек не может и ему не нужно столько знать. Эти знания он делегирует машине. Это естественный процесс, аналогичный использованию инструментов. Подобный инструменту, как продолжению руки, компьютерная машинерия становится инструментом продолжения мозга. Такое происходит не в первый раз. Ключевым событием этой же природы было изобретение письменности. Человек получил возможность не сохранять информацию в своей памяти, а переложить ее на бумагу. Тем самым он упростил способ передачи знаний и освободил свои творческие возможности. Важное отличие от письменности заключается сегодня в том, что на внешние носители переносится не информация не слепых знаний, а целые знаниевые комплексы. Заслуга и особенность компьютера не в том, что он может сохранить некую информацию, а в том, что он может произвести знания, как это до сих пор мог делать только человек. В этом и есть замысел искусственного интеллекта, интерактивной обработки информационных данных. На выходе из программной обработки получается не то, что было на входе. И даже если знаниевые возможности компьютера ограничены, все же во многих областях, они уже сегодня многократно превышают возможности человека, именно в том, что касается процесса вычислений. Делегируя процессы создания знания и его сохранения машинным комплексом, человек освобождает себя от знаний. В каком-то смысле он становится выше знания и вне знания. И да, он становится невежественнее. Знание перестает быть неотъемлемой частью человеческого мышления, и тист транспортирует-транспортирует себя во внешний человеку системы. Бытование знания транспортируется из психофизических систем в киберфизические системы. Говоря понятиями академика Вавилова, разум человека расширяется до ноосферы. Процессы разума реализуются в искусственных кибернетических устройствах, связанных с человеческим мышлением. Для процессов мышления создается аппаратная часть, зависимая, но автономная от человека. Эти идеи неоднократно проигрывались в научной фантастике. Но здесь речь не о воображаемом сценарии. Редко замечалась следующая особенность. Человек, перенося знания в машинные системы, трансформирует тем самым понятие того, что он считает знаниями. Знаниями является то, что можно перенести, трансформировать в искусственный интеллект, то, что может понимать и человек, и машина. Все остальное, что не вмещается в машину, не превращается в цифру и не может быть сохранено, становится избыточным, ненужным. Оно перестает быть знанием. Человеку самому не нужно больше знания, которые не может понимать машина. Так происходит величайшая трансформация содержания знания. Искусственный интеллект – это не только то, что мы приписываем возможностям машинного интеллекта. Это сегодня характеристика глубины инструментализации знаний со стороны человека. Это то, как мыслим мы. Знание превращается в инструмент, которым можно в любое время воспользоваться. Человеку не нужно загружать мозг и память всей совокупностью базовых знаний, нужно развить навыки быстрого и оперативного обращения к этим знаниям в нужный момент. Механика взаимодействия и обращения к этому массиву знаний должна быть виртуозно отработана, чтобы знание не превратилось в отчужденный капитал. Логистика мышления здесь не сильно отличается от логистики товаров, недаром к ней часто прибегала для образного сравнения классика информатики Шеннон, иллюстрируя движение информации. При возникновении запроса требуется знать, где находятся нужные знания, иметь возможность к нему оперативно обратиться и забрать. Эта логистика получит далее детальную расшифровку. Сейчас важно знать, что вместо обладания обширными знаниями, человеку необходима способность оперативно быстро определять, какая информация нужна и где ее можно взять. На языке информатики ему достаточно держать в голове кэш, то есть наиболее часто востребованные предварительные знания, память-посредник в работе со статичной базой знаний. Это и продуцирует потребность в навыках и компетенциях, в soft skills, которую рекламирует система образования. Информацию нужно очень быстро обрабатывать, желательно в многоканальном режиме. Это порождает навык клипового мышления, режим постоянного сканирования информации, отсутствие умения остановиться и сконцентрироваться на предмете. Речь доходит до потери базовой грамотности, поскольку оперативные задачи счета или проверки грамотности берут на себя программные инструменты. У человечества пропадает интерес не только к получению базовых знаний, на которые была ориентирована политехническая школа, но и к фундаментальной науке. Неинтересно знание, которое отвечает на вопрос «что?», интересен вопрос «как, каким образом?». Знания нужно применять, использовать, поэтому тезис об экономике знаний в этом контексте тавтологичен. Знание есть экономика. Прикладные знания, инициированные прагматичным запросом, превращают любую деятельность в экономику знаний. Превращение знаний непосредственным образом трансформируется в технологический прогресс, в экономический рост, в рост благосостояния. Познавательный процесс, превращенный в производственные технологии, становится двигателем экономики. Ежегодные 3-4% среднемирового экономического роста являются ориентиром для каждого общества, и кто останавливается в этом движении, может легко превратиться в международного аутсайдера и изгоя. Никому больше не нужны знания в себе и для себя. Знания должны работать, помогать развиваться, строить карьеру, достигать новых жизненных вершин. Для персонализированной жизненной траектории это означает переход знания из статуса познания в статус достижительности. Знания должны способствовать самосовершенствованию, улучшению социального статуса и благосостояния индивида. Знания ведь не только прирастают, они еще и устаревают. Отсюда необходимость в повышении квалификации, получении новых компетенций, дополнительном образовании, бесконечных лайфхаках. Обучение на всю жизнь, о котором мечтали воодушевленные просветители, знания в течение всей жизни становятся вынужденной и мучительной гонкой за свободные ниши, выгодные места, новые профессии, превращая жизнь в бесконечную конкуренцию. Делегирование функций всегда оставляет вопрос о том, чем будет заниматься дальше тот, кто их делегировал. Несет ли это деградацию человека? Или это дает новые степени свободы, которые нужно использовать с умом? Ответ может быть очень разным, и вряд ли кто-то способен всерьез предсказать последствия. Ведь делегируется не функция, не опция счета в столбик, а мышление человека. Инструментализируется не навык, а человеческий разум. Инструментализация информации. Если не бунтовать, а принять будущее таким, каким оно грядет, встает вопрос, как вписаться в те форматы знания, которые приходят на смену привычным. Цифровизация знаний меняет режим работы всех инструментов познания, требуя уместиться в прокрустово ложе цифровых знаний. Логика работы цифрового знания подчиняется логике организации данных. Цифровые данные организуются в формате матричной топологии или баз данных. Вычислительный разум способен просчитывать их от начала до конца. Их главное свойство – быстронаходимость. В матричной структуре они имеют координаты, благодаря которым очень быстро отыскивается любой цифровой объект. Это свойство и лежит в основании цифрового поиска, для которого становятся прозрачными огромные массивы данных. Цифровая природа информации позволяет привести к одному знаменателю, стандартизировать, это и значит, оцифровать, описание разных по своему происхождению объектов. Превратить объекты в метаданные. Другое свойство матричных структур, которыми занимается линейная алгебра, способность оперировать целыми группами данных. Комбинируя их, вычислительный разум совершает операции с числами, виртуальными аналогами реальных объектов. Цифровые операции, подобные операциям с символами, которые происходят в пространстве языка, семиотики. Если язык вполне отражает законы реалии реальности, то почему это не могут делать числа? Реальность, язык и число объединяются в некоторой глубине, истоки которой начинали искать в древние времена пифагорейцы, а в 20 веке подхватили структуралисты. Важно только понимать, что язык, посредством которого мы создаем культурную реальность, также является самостоятельной и самобытной реальностью разума. Цифровая реальность является скорее отражением культурной, а не природной реальности. Цифровые объекты являются некоторыми описаниями культурных объектов, которые, в свою очередь, являются метаописаниями объектов природной реальности. Это обуславливает метасостояние цифровых описаний, их квадратичная удаленность от реальных объектов. Обозначенные построения дают нам основание выстроить три уровня, три эпохи эволюции знания. Знание, олицетворяющее разум, познающий природу и себя, этим занимается вся философия нового времени, можно условно обозначить как эпоху наивного, чистого разума, уровень познания реальности. Лингвистический поворот, осуществившийся в XX веке, перевел многие задачи познания на уровень семиотического опосредования, тем самым обозначив эпоху культурного разума в социально-экономическом плане эпоху индустриализма. Наконец, перевод языковых категорий в модели искусственных языков, в логико-математические модели, позволил развернуться вычислительному разуму. Разуму, который формирует цифровую эпоху, а вместе с ней эпоху постиндустриального, сетевого, цифрового общества. Далеко не все течения мысли вписываются в эту трактовку, тем не менее ключевые из них, такие как аналитическая философия, философия структурализма и постмодернизма, содержательно заняты именно этими переходами. Таким образом, цифровизация знаний означает их превращение в метаданные. В ходе этого превращения, скажем так, они много теряют в качестве отражения оригинала. Зато потом им открываются поистине неизмеримые возможности количественных трансформаций. Метаданные, как исчислимые сущности, попадают под полную власть вычислительного разума. И тут с ними могут происходить такие преобразования, на которые не способен обычный разум. Здесь источник силы искусственного интеллекта, источник новых возможностей познания, которые невозможны ни в каких других областях разума. Задача формирования поля знаний, комфортного для работы вычислительного разума, заключается в том, чтобы уложить капитал накопленных знаний в матричные структуры, расщепить их на метаданные. Будет правильно назвать эти микроструктуры квантами знания. Из этих квантов знания удобно заново пересобирать привычные знаниевые конструкции, но также и формировать индивидуальные траектории знаний. Логика цифрового, матричного, знания требует от институтов организации знаний большой работы по выстраиванию знаниевого материала в одну плоскость. Формы, которые бы позволяли удобно оперировать им и вливать в современные цифровые инструменты. Вот что стоит за требованием цифровой школы. Квантифицирование знаний уже идет полным ходом. Первенство в этом движении принадлежит научной информации. Для науки квантом стала научная статья, а база данных научных статей и журналов служит ее кванториумами. Научная статья как единица – прекрасный объект количественных манипуляций, удобного поиска. Посредством количественного вычисления упоминаний, цитирований, рассчитываются рейтинги научной значимости, качества обучения, научных успехов целых наций. Задачи участия в рейтингах вынуждают перестраивать целые национальные системы научных институтов и учебных организаций. Все это – последствия математического начала в выстраивании институтов знания. Аналогичным образом строятся другие мегаплатформы цифрового мира. YouTube или TikTok – наиболее показательные примеры пользовательского использования контента. Эти платформы, определяющие до 70% мирового интернет-трафика, имеют совершенно простую структуру потока видеороликов, и это обусловливает их успех. Социальные сети, цифровые СМИ, база данных услуг, интернет-магазины – все успешные цифровые платформы имеют простую матричную структуру информационного контента с развитыми навигационными инструментами. Матричные структуры метаданных вытесняют системы представления контента, которые базируются на более сложной и индивидуальной навигации, представляют собой метанарративы. Метанарративом являются книга, сценарий, учебный курс, некое готовое произведение. Традиционное построение содержания – художественного или литературного произведения – представляет собой некоторый организм, который имеет начало и конец, которым нельзя манипулировать, а можно только потреблять целиком. Он не раскладывается на кванты, хотя сам может служить квантом для матричных платформ. Это авторский контент. Конечно, он остается востребован и потребляем. Его слабая позиция в том, что количественно он все более глубоко утопает в контентном квантовом потоке, не в силах обратить на себя внимание с той силой выразительности, которой было достаточно в прежней эпохе. Матричные структуры сильны в том числе тем, что сами дают отличные инструменты для индивидуализации информации. Они дают возможность автору самостоятельно собирать элементы и конструировать из них. Они позволяют осуществиться переходу от потребителя контента к автору, от пассивного читателя к активному актору. Например, преподаватель перестает быть вынужденным последователем некоторого авторитета, к чему его принуждал формат учебника, от которого было непросто отклониться в сторону. В новой цифровой среде преподаватель самостоятельно свободно компонует контент, выстраивая собственный учебный курс и материализуя его в онлайн-курсе. Точно так же, как он индивидуализирует обучающие стратегии, ученик способен выстраивать собственные учебные стратегии, складывая из разных курсов различных целей. Многие замечают, что матричная информационная среда предъявляет требования сжимания контента, прежде всего сокращения объема. Кванты должны быть емкими. Базовые форматы должны умещаться в минуты. Это касается в первую очередь видеоконтента. Во многом это связано с отношением ко времени, но также к организации работы и поиска. Работать с информацией – значит серфить, находиться в постоянном процессе поиска, просмотра и ознакомления. И времени на глубокое вникание здесь нет. Все это – проявление инструментализации информации. Она приобретает такие формы, в которых к ней наиболее удобно обращаться, находить и изымать ее. Механизм работы мозга в новом режиме подобен старому аппарату выбора грамм-пластинок в баре. Перед необходимостью решения мозг должен быстро пробежаться по каталогу имеющихся возможностей, выбрать подходящую и вытащить необходимую информацию из каталога. Здесь и лежит ключ к оптимизации работы мозга с информацией. Ему нет необходимости носить знания с собой, достаточно держать в голове каталог, то есть сокращенный слепок информационного массива. Как я уже сказал, в ЭТ-системах эту посредническую область называют кэшем – областью быстрой памяти, где информационные итерации происходят быстрее и массив информации сжат в разы. Задача человеческого мозга в современных условиях – содержать кэш и уметь работать с ним, то есть быстро ориентироваться и принимать информационные решения, которые касаются обращения к библиотекам данных.